Как правило, за помощью, а иногда и просто за советом к Леониду Бричу ежемесячно обращаются порядка 10 жителей Ленинского района города. Темы разные. Самые актуальные и волнующие брещан – проблемы социально-бутового характера. На прием приходят люди разного возраста, в основном, наверное, старшего возраста приходят люди. И эти люди больше человеческого внимания требуют. Долго приходится выслушивать, вникать в эти проблемы, где-то выезжать на места. Пока, к сожалению, не все вопросы решены для того, чтобы дать окончательный ответ. Есть вопросы, которые тормозятся здесь, на местном уровне, приходится повторно обращаться. Есть вопросы, которые не всегда сегодня решаются положительно, в силу каких-то объективных даже причин, которые не всегда можно решить эти вопросы, с теми, которыми обращаются непосредственно избиратели. Несправедливо насчитанная пенсия. Именно с этой многолетней проблемой обратился к народному избраннику Виктор Карпок. Встретить старость радостно у Виктора Мефодьевича не получается. Пенсия совсем небольшая – 266 рублей. Однако, как выяснилось, в ходе разговора такая цифра далеко не случайна. Злую шутку с мужчиной сыграла так называемая серая зарплата, которую он получал на протяжении 11 лет. 11 лет трудовых отношений без официального подтверждения получения заработной платы. В этом загвоздка. Я лишился стажа, потому что люди были неответственны в этом деле. Справку выдали, 10 лет проработал без зарплаты. Это смешно. Без обращения в соответствующие инстанции на депутатском уровне помочь Виталию Мефодьевичу нельзя. Чтобы восстановить правоту и законность, Леонид Брич направил мужчину в компетентные организации, которые могут решить эти вопросы. В данном случае это прокуратура либо суд. Однако, обращение осталось на контроле у депутата. Также на прием пришел брещанин Анатолий Новиков. Его ситуация звучала следующим образом. Так как я оказался в общежитии с малолетней дочкой и 11 квадратных метров, и там вот ко мне комиссия уже приезжала, повернуться негде. С моим возрастом, с ее всем этим, я хотел бы как бы на расширение, чтобы… Ну да, на расширение. И вторая проблема – это есть ли какие-то, как бы это сказать, для прожиточного минимума пособия, как отцу-одиночки. Оказать ему содействие, ну, будем говорить, в дальнейшей жизни. Он, я сказал, уже не совсем молодой, вот, а ребенку 6 лет, вот, и нужно думать о будущем ребенке, может тоже что-то подсказать. И в какой-то степени, может быть, какой-то патронаж взять на период своего депутатства, мне даже, ну, и где-то с помощью общественности, с нашей молодежи, БРСМа, ну, и последующих, может быть, органов опеки какие-то. Но вот здесь вот мое депутатское вмешательство, ну, человеческое и депутатское, потребуется. Леонид Брич уделил время и внимание всем обратившимся, подсказал пути выхода из сложившихся ситуаций. Были не только даны разъяснения, но и найдены ключи решения проблем. Например, Анатолию Новикову предложили некоторые варианты трудоустройства, а также решался вопрос постановки на льготную очередь на улучшение жилищных условий.